Дополнение Кровь и Вино к Ведьмаку 3. Дикая охота имеет всего один недостаток. Оно, к сожалению, последнее. А сама история Ведьмака в этом дополнении превзошла все мои ожидания. На этой новой, с виду небольшой территории, разработчики разместили потрясающие живописные места и локации, добавив огромное количество различных заданий, разбавив их юмором и откровенным стебом. Чего стоит только расследование украденных яиц у статуи и бюрократические разборки в банке. Что с ним не так-то? Как бы это сказать? Он лишился своего достоинства. Кто-то украл яйца у статуи. Делай, что считаешь нужным, но найди яйца Режинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. На волоске! Должно быть, произошла ошибка. Чтобы восстановить доступ к вашему счету, нужна справочка А-38. Обратитесь в первое окно за сопутствующей информацией. А-38. Ну-ну, пусть поищут. Я хотел бы вновь открыть банковский счет. Мне нужна справка А-38. Это не тут. Что значит не тут? Мне сказали, что здесь мне дадут справку А-38. Вы не нервничайте, а то у вас сосудик лопнет. Тогда скажите, куда идти за этой... бумажкой. Может, наверху в секретариате. Или внизу в архиве. Придется поспрашивать. Будем спрашивать. Простите. Вы не видите, что тут написано? Перерыв сейчас. Селина, дорогая, подпиши мне вот здесь. А, это вы? У меня тут такое дело. Перерыв у нас. Говорят же, как человеку. Нет, не понимает. Я могу здесь получить справку А-38? Конечно, разумеется. Форму 202, пожалуйста. Форма 202? Что еще за бред? Милостивый государь, это не бред, а необходимая формальность. Справку А-38 я могу выдать единственно по предъявлению формы 202 на основании распоряжения номер 60. Прошу, пройдите к окну номер один. Так я только оттуда пришел. Неважно. Я сейчас вернусь с формой 202. Ой, это уж слишком. Куда вы лезете? Куда вы передо мной лезете без очереди? Никуда я не влезал. Я здесь стоял с самого начала. Да. Сегодня уже трое таких было. Каждый так говорит. Я этого не потерплю. Сейчас я тебя научу к культурному обращению. Попробуй только. Добро пожаловать. Это небольшое видео, посвященное отсылкам и пасхалкам в дополнении кровь и вино. Таким он мне и запомнился. Кое-что в Боклере успело измениться. Осмотрись при случае. Сам во всем убедишься. Как по мне, Боклер всегда был такой сказкой. Рыцы, эльфские дворцы. Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься. И в том клянусь я цаплей. Уверен, многие слышали, что разработчики, создавая новую локацию, черпали вдохновление с архитектуры территорий Франции и Италии. И как бы это осталось непонятным, что больше повлияло на разработку, если бы не одна отсылка, а именно винодельня Корво Бьянко. Эти узенькие улочки Баклера, яркие окрашенные дома, холмистые поля с виноградом. Архитектура виноградных имений. Это южная область Италии, Сицилия. Первую пасхалку можно найти в начале, когда ведьмаку показывают рисунки со слов людей, которые якобы видели бестию. На некоторых из них изображен слендер или тонкий человек. Далее, по прибытию в Туссент, мы наблюдаем сцену, где отважный рыцарь на лошади бросается на гигантского монстра. В начале он скачет на мельницу, что является отсылкой на приключения бравого Дон Кихота и его сражения с мельницей. Само сражение содержит сразу две пасхалки. Первая это победа Давида над Голиафом. Этого здоровяка можно убить одним выстрелом из арбалета в глаз. А вторая на мушкетеров. Один за всех и все за одного. Собирая всякое барахло то тут, то там, у себя в инвентаре вы можете обнаружить бутылочные пробки, которые являются пасхалкой, знаменитыми крышками от бутылок Нюка Колы из вселенной Fallout. Еще одну пасхалку можно обнаружить, проходя одно из дополнительных заданий. В огромном зале мы находим несколько порталов. Пройдя через нужный попадаем в зал с еще большим числом порталов. Ну а после в третий зал с еще большим количеством порталов. И вроде бы ничего необычного. Порталы такое себе обычное дело во вселенной Ведьмака. Да, он их ненавидит. Ненавижу порталы. Но если зайти в один из боковых порталов, то мы попадаем в небольшую комнату со странным квадратом в центре. На той стороне, что видно сразу, выйдя с портала, можно заметить кровавое пятно. Ну, может тут кого-то силы швырнуло из этого портала. Мы этого не узнаем. А вот на других сторонах этого вот квадрата можно заметить выцепивший рисунок сердца. Еще интереснее становится, если заглянуть в сундук, что рядом с кубом у стены. Там мы находим торт. Итак, порталы, куб с сердцами и торт. Да, это же пасхалка к игре Portal от Valve. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я заканчиваю эту серию. Спасибо вам всем за просмотр. У меня осталось еще некоторый материал на минимум один выпуск. Если вам понравится это, то вторая часть сделаю совсем недолго. На этом буду с вами прощаться. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить другие ролики. Всем удачи на пути!